Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео я хотела бы рассказать о себе немножко. И все это потому, что мы, вернее, вы позволили мне приблизиться к моей первой мечте-цели набрать тысячи подписчиков здесь, на ютюбе. Я, когда начинала свой канал, у меня не было цели, там, монетизироваться и быстро делать деньги. Это не то, ради чего я начинала свой канал. Но, когда это случилось, я вдруг поняла, когда ты приходишь к своей цели, это здорово меняет, я бы сказала, твое мировоззрение, что ли, наверное, так я бы выразилась. В том плане, что ты вдруг понимаешь, что на тебя подписаны целых тысячи людей. Если в этом подумать, это такое большое количество человек. Я хотела бы поблагодарить вас, в первую очередь. Всего этого, конечно же, не было без вас. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы поверили в меня. Кстати, на заставке вы видели не пиво, это у нас комбуча. Я иногда, когда не хочу, допустим, убивать, я пью комбучу. И сегодня она у нас, кстати говоря, с вкусом яблока. Это первый раз я пью такую комбучу. Мне кажется, это что-то интересное. Да, это не пиво еще раз. Мне кажется, это тот этап, на котором ты еще больше начинаешь ощущать в себе уверенность и таким образом начинаешь раскрываться чуть больше. Кстати, мне кажется, вот если бы мне спросили, какой там совет начинающим ютюберам, я об этом думала давно. И мне кажется, что если вы работаете на русский ютюб, это не читать никакие форумы, потому что, когда вы начинаете это делать, вы, по сути, начинаете думать, а что же люди обо мне скажут на форуме небезызвестном, правильно ли я это делаю, а какая будет критика. И может произойти просто так, что вы будете закрываться внутри себя и не хотеть вывести в массы то, что вы думаете, ваше творчество. Вот поэтому, понятное дело, выбор человека, но или вы начинаете читать это все и пропускать через себя всю эту критику. И не каждый человек имеет возможность правильно воспринять критику, да. Допустим, я такой человек, я не могу воспринимать ее правильно. Когда я читаю что-то о себе плохое, я как бы... меня это очень сильно расстраивает. У меня пропадает вдохновение. Это очень сильно плохо влияет на творческий процесс также, поэтому надеюсь, вам этот совет очень поможет проверить на себе. Мне кажется, что самый интересный вопрос, который я видела достаточно часто, это вопрос, как ты попала в Америку, кто твой муж, разговаривает ли он на русском. По-моему, это все, что я припомню из такого более интересного, что я видела. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать сразу, что мой муж, он не русский, он наполовину канонец, наполовину американец. И именно поэтому, как многие говорят, я слышала, что я говорю иногда с акцентом. Это все потому, что у меня нет никого, с кем бы я поговорила на русском языке. Только, допустим, с родными, да, там с мамой я каждый день разговариваю. Это единственный мой такой момент, когда я могу попрактиковать русский язык. В основном же это все на английском, фильмы, сериалы на английском. Я смотрю в основном английский, в смысле американский YouTube гораздо больше, чем русский. Хотя я русский тоже смотрю, но просто на американском YouTube. К сожалению или к счастью, гораздо больше видео выходит и чаще, чем на русском YouTube. Поэтому, конечно же, это не секрет, что та языковая среда, в которой ты живешь, она очень сильно влияет на тебя. И вот это, наверное, ответ на ваш вопрос. Если быть честно, я никогда не думала, что я перееду жить в США. Не было у меня ни одной мысли о том, что я перееду из своей родной страны. Мне нравилось жить в Москве очень. Я жила там, по-моему, год перед тем, как я переехала сюда. И переехала я сюда именно потому, что у меня была цель работать в отеле. Ну или это как бы был интерншип в отеле. У меня, кстати, есть видео, в котором я рассказываю, как я там работала и какие были сложности в работе в отеле. Дайте мне знать, кстати, если вы хотите узнать мой подробный путь, как я попала сюда. Потому что это было нелегко, но это стоило своего определенно. Кстати, если бы не моя мама, то я бы здесь не была, потому что это была ее мечта, чтобы я попала в США. Кто знал? Вот кто знал? Я. Если бы мне сказали там 10 лет назад, что я буду жить в США и я буду замужем за американцами, я бы в это не поверила. Я приехала сюда и встретила американца. И они другие, они не как русские, это естественно. Когда я была в России, у меня не очень личная жизнь складывалась, если честно. Правила отношений в Москве были всегда обречены на что-то. В Штатах же мужчины, они гораздо более простые, да, более прямые. И они не будут пытаться показаться вам теми, кем они не являются. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Если вы следите за моим инстаграмом, то вы могли видеть, что я очень много всего посетила, когда я была в Сингапуре. И, в общем, что я делала в Сингапуре, я там получала образование. Я получила там высшее образование по специальности туризм и гостеприимство. Если бы я не поехала в Сингапур, то я бы здесь не была. Все почему? Потому что, если ты получаешь образование за границей, то, как правило, ваш диплом, он имеет срок годности, так сказать. То есть он действителен в течение, по-моему, трех или четырех лет. И вы можете уже, благодаря тому, что у вас есть какая-то база, поехать за границу и получить интерншип. Что мы, собственно, и сделали. В это сложно поверить, но мне снятся в Сингапуре почти каждую ночь. То есть нет такой ночи, чтобы я не проснулась. И я там не рассказываю мужу о том, что у меня опять снятся в Сингапур. Настолько это место осталось у меня в памяти моей. И это понятное дело. Там я провела свои лучшие годы, как мне кажется. Столько событий, столько, много разного всего происходило. Логично и законоверно, что как бы моя душа или мое внутреннее что-то тянется туда, даже во снах. И, конечно, когда будет возможность, когда все будет открыто, я хочу туда слетать. И сказала ли я вам то, что я работала в Сингапуре также по своей специальности? Это был ресторан. Это был очень такой хороший, дорогой ресторан прямо в центре даунтауна. И это был тоже очень хороший опыт, на самом деле. Последнее, это то, что моя любовь к макияжу, косметике, она появилась именно здесь. Не в Сингапуре, не в России, именно здесь. Почему? Мне кажется, потому что Америка это страна, которая, кстати говоря, является моей, ну, самой лучшей страной для проживания. Я близнец, кстати говоря, по гороскопу, если вам интересно. Америка это страна, где имеется все в большом количестве, в большом достатке от ухода до косметики, естественно. И мне кажется, неудивительно то, что многие становятся бьюти-блогерами именно здесь, потому что это страна, которая поставляет всему миру, да, косметику и уход. Если вы живете в Америке, то мне кажется, что это невероятно классная возможность для вас начать свой YouTube-канал. Хотя бы начать. Мне кажется, если бы я тоже когда-то не решила начать снимать просто даже на свой телефон без освещения, без хорошего звука, то, наверное, я бы не поняла, что это всего стоит в конце концов. Не забуду моменты, когда я сидела до 4 часов ночи, до 5, до 6 часов ночи утра, редактировала видео. Это были очень такие, знаете, времена, когда у меня даже мотивация пропадала что-либо делать, но что я делала? Я слушала музыку, я слушала музыку, например, как-то Drake и Future, их совместный трек очень классно мотивирует что-либо делать, потому что ты даже клип смотришь, и ты видишь, что они поднялись вот отсюда, и вот сейчас они здесь. И меня это невероятно здорово мотивировало, поэтому иногда мотивация, она может даже исходить из вашей любимой музыки. Надеюсь, я ответила на все ваши интересующие вопросы, я знаю, что, наверное, это не все вопросы, которые вас интересуют, но мне будет очень интересно узнать, какая конкретная тема вам наиболее интересна, и вы хотели бы, чтобы я рассказала о ней чуть глубже. Как я благодарна, что нас собралось здесь целое тысяча, теперь мы одна семья, и я надеюсь, что мы будем дружить еще очень и очень долгое время. Да, спасибо вам большое, ребят, надеюсь, что ваш день проходит так же хорошо, как и всегда. Я желаю вам хорошо провести эти выходные. С наступающим 8 марта, мои милые зрительницы, и да, я не прощаюсь с вами, ваша Юля. Всем пока! Пока!